Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Неси Господи, Благослови, Душа моя Господа, И вся внутренняя моя и без святой Его. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Когда мы говорим о праздниках, о праздновании чего-то, конечно, нам на ум приходит что-то такое радостное, трепетное, порой для кого-то, может быть, веселое. Но когда мы на передачах или в проповеди говорим о праздниках, конечно, в первую очередь мы имеем в виду праздники церковные, которые, кстати, тоже бывают радостными и даже веселыми. И возникает вопрос, как христианину вести себя в празднике. Потому что для некоторых праздник – это тот день, когда нарушается в какой-то мере ход его, христианина, естественной жизни. То есть он шесть дней делал, трудился, жил в каком-то ритме, может быть, угаре работы. А наступил день выходной, и человек, выбитый сколье, он даже не знает, как повести себя. Вот интересно, братья и сестры, когда смотришь в этимологический словарь, слово «праздник», понятие «праздник», то оно возводит нас к пустоте. То есть праздный, пустой, как и не парадоксально это, пустой, и там добавляется пустой от работы. То есть нет работы в этот день. Вот что значит праздник – пустой. Это понятие даже мы встречаем, когда раньше про женщин беременных говорили «не праздна». То есть беременна – не праздна, то есть не пуста, чем-то заполнена. Но при этом мы открываем духовную литературу, проповеди разных священников, сайты, и смотрим праздность, понятие праздность. И все как один ругают его, говорят, что это плохо, что это корень всех зол, и так далее, и так далее. То есть мы сейчас, может быть, не будем говорить так глубоко о праздности. Как же так? Понятие «праздник» восходит от праздности слова, то есть пустота, от работы, а само понятие «праздность», оно очень негативный контекст имеет. Здесь, в принципе, внешнее противоречие. По сути своей, здесь нет противоречия. Потому что действительно понятие «праздник» – это когда человек пуст от чего-то. Но на этом не останавливается. То есть он пуст для чего-то. То есть он освобождает свое время, свои руки, свою душу, то есть сердце, для чего-то. А для чего он освобождает? Вот об этом мы и поговорим. Он освобождает для Бога. Как сказано в 4 заповеди Моисея, «Шесть дней делай все дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоим». То есть человек трудится, думает о хлебе насущном в течение почти всей недели, а последний день недели он отворачивается от этих трудов, рабского труда, и обращает свой лик к небу, свое сердце к Богу. Если мы перенесем на наше время это, то христианин в первую очередь посещает храм Божий в праздник. Потому что без литургии христианин не мыслит праздника. Конечно, мы сейчас говорим о людях воцерковленных, людях, для которых божественная литургия, божественная служба, понятие очень близкое, родное, необходимое. То есть у этих людей потребность. К сожалению, конечно, так случается, что для многих из нас, которые хотят соблюдать буквально заповедь эту, праздник – это время, когда не знаешь, куда себя деть. Потому что даже возьмем бабушек, они работают на своей даче, на огороде, в течение летом, особенно с утра до вечера, они находят здесь свое утешение. А наступил праздник, вот она сходила на службу, и потом мается и мучается оставшийся день, потому что работать-то нельзя, а чем же еще можно заниматься? И вот человек вступает в состояние некого внутреннего конфликта. Конечно, они подходят к священнику, советуются, «Батюшка, а можно я вот вечером пойду, полью, а вы, можно, пополю?» и так далее, и так далее. Но давайте посмотрим здесь не на то, что как внешне положено, а по своей сути. Во-первых, что такое труд 2000 лет назад? Это немножко не тот труд, который сегодня. То есть человек выживал в прямом смысле, чтобы не умереть. Выживал в смысле трудился в поте лица своего с утра до вечера. Он порой не мог поднять голову от земли, чтобы передохнуть, потому что иначе его ждала голодная смерть. И милостивый Господь дал человеку возможность восклониться, как по-славянски говорится, то есть подняться, распрямиться, чтобы в конце концов дать душе, которая уже всю неделю без Бога страдала, алкала, жаждала, чтобы наполнить это свое сердце Богом, молитвой, отношением к ближнему, посещением храма или, если в древности, брать синагоги. А порой в наше время, когда мы так не трудимся, порой получается, что в праздник мы только формально выполняем заповедь Божию. И человек, буквально выполняя, формально выполняя заповедь Божия, ничего не делая, даже если он сходил на службу, он приходит домой и начинает мучиться, маяться. Если человек маловоцерковленный, то он проводит время перед телевизором, компьютером, лежа на диване, мужчина, может быть, распивая пиво, женщина, ходя по магазинам часами. Если человек воцерковленный понимает, что в праздности тоже не очень хорошо проводить время, он находится вот между двумя этими крайностями, что работать нельзя и в праздности время проводить нельзя. И вот для такого христианина праздник становится каким-то бременем для него. Как можно провести праздник? Можно ли работать в праздник? Можно. А как работать в праздник? А как? Вот когда Господь исцелил в субботу женщину, которая 18 лет была сагбенной, и начальник синагоги его за это осуждал и говорил, что в другие дни надо лечиться и исцелять, что Господь сказал, что каждый из вас вола или осла отвязывает же в субботу и ведет на поэте, а женщину эту сатанас связал 18 лет, не же ее нельзя развязать, нужно, можно исцелять в субботу. То есть Господь показал, что добрые дела в субботу, то есть в день недельный, а в нашем случае в воскресенье, делать можно. То есть можно ли работать? Если ты идешь работать ради ближнего, ради блага ближнего, помочь кому-то, то это наоборот не грех, а доброе дело. То есть добрые дела в воскресенье, в праздничные дела, не только можно, но и нужно. Как в древности проводили древние иудеи время в эту субботу, они в синагогу ходили, они поучались священному писанию, они изучали священное писание, они слушали проповедников, толкователей, так и православные христиане, они в день недельный, то есть воскресный, или в праздничный какой-то другой. Конечно, хорошо, если бы они взяли в руки не только священное писание, потому что нельзя, тяжело нам, к сожалению, таким не очень добрым христианам читать священное писание подолгу, мы это не можем делать. Взяли какую-то книгу святого отца, тоже не можем долго читать и много читать, взяли какую-то добрую книгу, чтобы хоть как-то напитать свое сердце, потому что, к сожалению, в течение недели мало кто берет в руки вообще книги, не только священные книги. Человек скажет, где же я возьму добрые дела, я никого не знаю, кому нужна моя помощь. Но вокруг тебя твоя семья, и они все нуждаются в твоей помощи, они нуждаются в твоем времени, твои дети нуждаются во времени, или внуки, чтобы ты уделил им внимание. И может быть, ты в течение недели не уделяешь им внимания, не обращаешь на них внимания. И если ты как-то уделишь в день праздничный им свое внимание, то это будет тоже добрым делом, это тоже будет благом. То есть в праздник, праздник – это враг праздности. То есть не должно у нас быть иллюзий, что праздность благословлена Богом в день праздничный. Это самообман, жестокий самообман, потому что праздность порождает лень, потом уныние и так далее, и так далее, и потом другие грехи какие-то. И если христианин захочет задать себе вопрос, как же мне вести себя в праздник, как мне найти этих ближних, может быть, у меня вообще нет близких, я живу один, то он всегда найдет ответ на этот вопрос. Потому что всегда остается возможность попросить Господа вразумления и помощи. А если по-человечески рассуждать, то мы должны в день праздничный обратить свое внимание на свое сердце, на свое христианское сердце, что нам может принести пользу. И, конечно, братья и сестры, немножко удручает, когда читаешь какие-то советы священников, порой, как проводить день праздничный, к сожалению, я немножко оторван от реальности. Каждый какой-то приводит какой-то пример, может быть, в каком-то частном случае он и хорош, или для какого-то идеального человека совершенного он неплох. Но если просто его к себе начинаешь променять эти примеры, понимаешь, что для тебя день праздничный будет испытанием в этом случае. Потому что мы не способны, как некоторые, в частности, Паисий Преподобный Святогорец говорит, рассуждай в день праздничный о празднике, углубляйся умом и так далее, и так далее. А Тихо и Задонские об этом говорили. Мы признаемся себе, братья и сестры, ну 15 минут мы можем углубляться в праздничный рассуждение, ну 20 много. Не способны мы целый день думать о празднике. Да, праздник для того, чтобы ты мог молиться, и ничто тебе не мешало, никакая работа, суета и обыденность. Но можем ли мы молиться целый день? Не является для нас более тяжким трудом, чем работать на огороде или на предприятии. Да, хорошо бы, братья и сестры, помолиться, сколько сердце может вместить. Ну а дальше что делать? И почитать мы можем час, а дальше что делать? А дальше, братья и сестры, в меру своих сил, в меру своего духовного возраста, да и физического возраста, попытаться как раз этот день провести непраздно, с пользой, приоритет, отдавая своей душе, может быть, даже своему уму. Сегодня есть ближний, которому мы можем помочь. Слава Богу, помогли, и наше сердце радуется, потому что мы правильно провели день праздничный. Сегодня нуждаются в нашем внимании, наши близкие. Слава Богу, мы смогли провести с ними день и уделить им радость и свое внимание. Нету рядом близких, разъехались или там где-то. Нету ближнего рядом, которому можно помочь. Может быть, мы как самому близкому и себе можем уделить внимание, братья и сестры, не только своей душе или там своему уму христианскому, но уделить внимание своему какому-то росту и духовному, и интеллектуальному, и расширению своего кругозора. Может, уделить внимание, в конце концов, отдыху в виде какого-то хобби, какого-то доброго увлечения, и не считать это чем-то зазорным, каким-то грехом, какой-то работой. А может быть, какой-то доброй бабушке после литургии отдохнув, пойти полить свои помидоры, выполоть 28 сорняков, при этом, может быть, читая в своем сердце Иисусову молитву. И тоже такое провождение дня будет праздничным, добрым, на пользу душе и на радость Господу нашему, Иисусу Христу. Благослови, душевная Господа, и вся внутренняя Моя имя Святой Его, благослови, благослови Господи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова